Герману Синатосенко Герману Синатосенко У Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста достаточно большой опыт оказания помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. В 2020-м они работали застрявшими на белорусско-украинской границе хасидами. В прошлом году помогали сирийцам, которые хотели транзитом через Польшу попасть в Германию. Среди волонтеров в пункте пропуска Брузги в Гродненской области была и гомельчанка Инесса Шульга, член созданной при областной организации команды быстрого реагирования. В Гомельской области действует команда реагирования, в которую попадают различные люди после определенного собеседования. Это люди, которые проходят определенное тоже и обучение. Они обладают навыками первой помощи, психосоциальной поддержки. В настоящий момент мы собираем наборы, которые будут удаваться на украинско-белорусской границе. Туда мы собираем печенье, еду, средства гигиены. На самой границе выдаются тоже одежда, горячее питание при необходимости. Среди безусловных заслуг и комельской областной организации помощь медикам в борьбе с пандемией коронавируса. На протяжении всего прошлого года дежурство волонтеров в поликлиниках, приобретение продуктов питания одиноко проживающим пенсионерам. Очень много Красный Крест помог лечебным учреждениям. У нас было дежурство в колл-центрах. Постоянно дежурили в колл-центрах волонтеры. Постоянно волонтеры совместно с другими общественными объединениями доносили продукты питания людям, которые в этом нуждались. Это пожилые, инвалиды, которые не могли выходить из дому или которые были в группе риска. Также мы обеспечивали и лечебные учреждения, в том числе и центры социообеспечения всем расходными материалами. Это маски, это антисептики. Как вы себя чувствуете сегодня? Как дела ваши? Нормально. Нормально, да? Уже покушали сегодня? Что вы кушали? Кашку ели, да? Будем еще пить бутерброды. Температура нормальная у вас сегодня? Да. Медицинская сестра областной организации Красного Креста Лилия Хаджиева к своей подопечной приходит практически каждый день. Нужно не только проконтролировать состояние здоровья, но и при необходимости приготовить еду и покормить больного. Все наши медицинские младшие сестры обучены. Они владеют навыками ухода на дому с основами, с элементами кинестетик. Кроме того, мы обучаем также и волонтеров, которые помогают медицинским и младшим сестрам ухаживать на дому. И обучаем также родственников, либо знакомых, соседей, которые помогают осуществлять данные уходы. Областной организации Белорусского общества Красного Креста считают, что лучшими в Беларуси их признали по нескольким причинам. В конце концов, именно здесь проходят апробацию многие проекты, которые потом внедряются в других регионах, в качестве примера создания социальных центров. Эти сервисы, которые у нас открыты, социальные, они работают для людей. И в эти сервисы приходят граждане, например, швейные мастерские, где обучаются швейному мастерству. Затем у нас есть центр по выдаче средств реабилитации. Это инвалидные коляски, тросточки, ходунки для пожилых граждан, для инвалидов. Также у нас множество центров открылось стиральных. То есть это постирка белья. Это люди приносят свои вещи, в стирку сдают, у никого нет своих стиральных машин, в том числе многодетные, пожилые. И это правильно. И Красный Крест помогает им постирать белье. Но мы полагаем, что эти центры будут еще открываться. И это востребованные сервисы в Гомельской области. И по итоговым показателям, получается, Гомельская областная организация Красного Креста все больше и больше развивается в сторону социальных направленностей, на помощь людям. По условиям конкурса, полученную за первое место премию, необходимо направить на укрепление материальной базы. Что конкретно будет приобретено на эту сумму в Гомеле, пока не решили. Но одно можно с уверенностью утверждать уже сейчас. Все поступающие на счета организации средства будут направляться на реализацию проектов показаний помощи нуждающимся в ней людям. Александр Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Капанько. Новости недели.